В регионе уже начали поздравлять ветеранов и отружеников тыла. Письма от президента, губернатора, да и просто от жителей области, продуктовые наборы. Это лишь малая часть того, что в эти дни получают наши герои. А вот самое ценное для многих из них – это забота и внимание, которое, кстати, им дарят добровольцы, а таких в регионе, к счастью, немало. Этот отряд современных тимуровцев курсирует по селу Озерное почти каждый день. Весной работы у них прибавилось. В первую очередь спешат помочь пенсионерам. Они от общения и внимания никогда не отказываются. Вообще многие бабушки и дедушки, когда к ним приходят дети и убирают, они считают для себя это честью, потому что они их помнят, о них не забывают. И они видят, что дети приходят к ним с удовольствием, не под палки. А с радостью они понимают, что, значит, все-таки воспитание патриотическое и уважительное отношение к старшим по-прежнему в школе пропагандируется. А школьники рады помочь кому-то делом, кому-то словом. Часто посещают, ходят, спасибо им за это. Очень хорошо, хорошо. За мной ухаживает внучка, Валя, звать ее. Ну, я ей благодарен. Ну, а так я, видишь, один, бабушки нет. И вот, правда, худо одному. Потому отряды добровольцев всегда на страже. Например, студенты многопрофильного техникума распечатали для пенсионеров визитки с номерами телефонов, чтобы те могли обратиться за помощью в любую минуту. Очень рад, даже растерялся. Помощь очень нужна, очень нужна. И такая помощь нужна многим пожилым людям, которым тяжело вести хозяйство, поддерживать чистоту во дворе и заниматься огородом. Однако этим добровольцы не ограничиваются. Следят они за чистотой и порядком в своих районах. Вот, например, Галышмановский. Проект Елизаветы Сотниковой по раздельному сбору мусора, на который девушка получила грант, успешно работает. У молодежного центра стоят разноцветные контейнеры для стекла, пластика и бумаги. Сюда неравнодушные галышмановцы приносят заранее рассортированный мусор. Сейчас занялись еще одним направлением – сбором макулатуры для дальнейшей переработки. Ирина Кузнецова, Тюменское время.